Реконструкция или реставрация здания вековой водонапорной башни в Токсово. Инвестор намерен преобразовать в дом литературы и русского языка. Только вот местных жителей не очень устраивают возможные архитектурные решения этого проекта. И они готовы отстаивать здание Северного Модерна до конца. Синий забор на площади спрятал башню в один день. Ключ от замка только у администрации Токсово и у инвестора проекта. Мы намерены сделать здесь арт-объект. Это культурный проект, абсолютно убыточный. Для нас он имиджевый. Та самая пресловутая социальная ответственность бизнеса, о которой все время говорят. Они ведь только говорят, а мы ее делаем. Излюбленное место Токсовских выпивок, полуразрушенную башню, бизнесмены хотят превратить в современный центр интеллектуального отдыха. С библиотекой, кафе и даже выставочным залом. Сейчас книжные салоны в Москве и в Петербурге пользуются бешеной популярностью. То есть даже устанавливают на красной площади палатки. Это традиционное, как бы вам сказать, то, что у русского в душе, это вот оно и есть, это книга. В начале своей истории башня снабжала водой проходящие паровозы. Потом долго было бесхозной. Сейчас в собственности местной администрации. Сначала был разговор о продаже инвестору, но остановились на долгосрочной аренде. Десять лет. В течение 50 лет башня никак не использовалась. В начале 90-х годов здесь была рюмочная, в которой наливали водку в разлив, пила. Но в итоге это закончилось плачевно, к сожалению, очередным пожаром. Пока мы общались с инвестором, за синий забор проникли местные жители. У них свое представление о будущем башню. Идею оккультуривания поселка они поддерживают. Но вот изменение исторического облика, у них есть даже одно единственное фото. Как было, то есть как должно быть. Архитекторам, в принципе, когда он строил, предусматривалось, что переход как раз от камня к дереву. Если, значит, и настраивать второй этаж, то, ну, воссоздавать, который был раньше, да. Тогда, ну, сохранится историческое здание и можно будет и экскурсии водить и так далее. И хоть территория вокруг башни муниципальная, под договор аренды с инвестором она не попала. Но людей, местный же представитель власти, попросил все-таки удалиться. На каком основании она огорожена, вы скажите нам, а? Вы заместитель председателя Совета депутатов, почему вы занимаетесь этой незаконной деятельностью? Скажите, вам не стыдно, а? Представитель закона. Сейчас в Токсово целый архитектурно-культурологический конфликт. Водонапорная башня по документам исторической ценности не представляет. А местные жители нашли основания для обратного. И уже отправили свою заявку в областной комитет по культуре. И если башню признают памятником, то последуют охранные обязательства. Тогда проект реконструкции инвестор свернет, а на башню повесят табличку «Охраняется государством». Ответы из комитета по культуре ждут уже в этом месяце. Анастасия Щербакова и Сергей Скрипкин. Последнее известие Токсово. Субтитры создавал DimaTorzok